Всем привет! Вы на канале Фигурка, а с вами Анастасия Логинова. Недавно завершились съемки последнего выпуска «Ледникового периода». Подумать только, за три недели Женя Медведева и Федор Федотов подготовили сразу восемь номеров. После финального награждения нам удалось поговорить с Федей. Из этого небольшого интервью вы узнаете, каково ему работать с Женей, какие номера он считает самыми легкими и самыми сложными для себя, пойдет ли он на третий сезон «Ледникового периода» и будет ли смотреть чемпионат мира по футболу. Ну а пока я хочу попросить вас подписаться на канал «Фигурка», поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Поехали! Как для вас прошел этот сезон? Вы участвовали не сначала, но так получилось. Сезон мимолетный, надо признать, сезон проскочил мимо меня и оказался одним большим днем. Но днем очень интересно. И это было большое испытание для меня, для прекрасной Жени Медведевой. Она его выдержала, она подарила счастье людям, которые ее обожают и приходят сюда, чтобы на нее посмотреть и включать телевизор каждую субботу, чтобы видеть Женю Медведеву и ее болельщики. Я не мог не помочь, когда меня позвали. Я счастлив быть здесь, так что для меня это счастье и удовольствие абсолютно. А как вы сработали с Женей? Комфортно вы сработаете? С Женей мы скатались буквально с первой встречи. И надо признать, что мы были давно знакомы. Мы снимались в прошлом году в сериале «Последний аксель». Мы работали в ледниковом периоде в прошлом. Мы имели представление друг о друге, скажем так. То есть нам не пришлось знакомиться. Нам пришлось знакомиться технически, но мы сделали это очень быстро. Конечно, было бы лучше, если бы у нас был еще месяц тренировок и совместных каких-то раскаток. Но сложилось так, как сложилось бы. Не жалеете, что так мало времени привели в паре? Может быть, остались еще не реализованные идеи какие-то? Да, именно об этом я и говорю, что мы могли бы больше, если бы у нас было больше времени. Посмотрим, что будет впереди. Это большая жизнь. Может, мы еще не раз выйдем на лед, Женя. Это секрет. Ну, на самом деле, я шучу. Секрета нет никакого. Просто надо трудиться, работать. И я очень благодарен своей семье, моей жене, моим родителям, которые придают тебе силы, веры, что ты делаешь это все не зря. На третий бы сезон пошли? Или уже хватит? Уже ходят об этом слухи, но в следующий раз я готов уже только морально поддерживать участников этого проекта, хотя зарекаться не стоит. В жюри хотели бы попробовать? А вот в жюри я бы никогда не хотел оказаться, потому что я знаю эту кухню, я представляю, как это делается, и судить героев ледникового периода невозможно. Какая из программ, которую бы вы в спереди Женя показать, может быть, больше всего запомнилась вам? Хотя у вас вообще все программы были очень клевые, но, может быть, их можно как-то один выделить. Я бы выделил эту программу, которую мы катали два раза. Вот сегодня в финале мы прокатили наш номер по мотивам фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Прекрасную музыку Евгения Доги мы выбрали. И этот вальс стал для нас, наверное, самым важным, самым близким сердцу номером. За чемпионатом мира по ходу вы будете следить? За чемпионатом мира буду следить с сегодняшнего дня. Собственно, вы меня сейчас отвлекаете от матча-открытия, но я рад с вами поговорить. Эквадор выиграл уже, да? 2-0. 2-0, спасибо. Я буду смотреть. Я буду болеть за Аргентину, я очень люблю Месси, я люблю эту команду, и я буду ходить в бело-голубом целый месяц. Какой номер, может быть, вам было очень сложнее всего, когда через Кистья? Какой морально? Морально нет такого, чтобы было морально сложно, у нас не было никаких противоречий. Все, что нам предлагали наши наставники, это было совместное решение, и в том числе наш выбор тоже, поэтому в душе все было спокойно. Физически, наверное, у нас был очень сложный номер под песню «Maybe I, maybe you, Scorpions». Он был силовой, он был беговой, но и с ним, мне кажется, мы справились достойно, поэтому нет таких препятствий, которые мы не могли бы пройти, нет таких вершин, что взять нельзя, как говорил Высоцкий. Был ли какой-то элемент, который сложнее всего поддался? Знаете, у меня все элементы сложились в какой-то один большой, бесконечный, поэтому это сложный вид спорта, он бесконечно сложный, и в нем нету никаких границ, и даже профессионалы здесь продолжают учиться каждый раз. В прошлом году вы выступали с Татьяной Волосожарой, стали победителем проекта, а в этом году вы выступаете с Женей Медведевой. Таня Волосожар, она парница, а Женя – одиночница. Есть ли вот, но является ли в работе какая-то именно какая разница в специфике по конкретной спортсменке? Наверное, да, просто мне как профессионалу сложнее об этом судить. Конечно, совсем разные у меня были партнерши, и я старался быть максимально полезен и той, и другой, и они прекрасны, они профессионалы, они чемпионы в своем деле, и сравнивать их, конечно, неправильно. Сределили ли вы за фигурным катанием добрые? Да, конечно, я знал все победы наших чемпионов, не было такого, чтобы я был большим фанатом, но я и Ледниковый смотрел, и выступления своих партнеров, в частности, и всех чемпионов наших прославленных. Я за ними следил, я о них знаю, я люблю фигурное катание. Сейчас продолжайте. Сейчас мне надо отдохнуть от фигурного катания. Субтитры сделал DimaTorzok